Всем привет! С вами, как всегда, я, Виктория Исаева. И я здесь, чтобы напомнить вам. Жизнь прекрасна. На этой неделе интернет буквально взорвало видео с женой футболиста Инной Жирковой, которая давала интервью журналисту. Собственно говоря, суть видео, если кто-то еще не видел, была в том, что модель, красавицу, королеву красоты решили проверить на уровень интеллекта, на уровень ее образованности и так далее. И задавали ей вопросы, типа, кто такая Агния Барто, что движется, Земля движется вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Ну, такого плана был интеллектуальный тест. И по тому, как красавица на него отвечала, собственно говоря, большинство сделало вывод, что с интеллектом там все не очень хорошо, что уровень образованности у девушки не очень высокий. В связи с этим мне вот стало интересно, я решила сделать видео на тему «А нужен ли нам вообще ум?» Сначала я хотела сделать видео на тему «Нужен ли женщине ум?» Сейчас мне кажется уже более глобальный, более актуален вопрос «Нужен ли вообще человеку ум?» Что такое интеллект? Что такое ум, мудрость, разум? Нужны ли они нам в жизни или нет? Потому что сколько бы мы не брызгали слюной на эту глупую, бестолковую модель Лину Жиркову, в жизни-то у нее на самом деле все хорошо, что муж успешный, семья вроде как счастливая, двое детей, титул есть, работать никогда не работала, она и ей это не нужно. То есть получается, жизнь-то у нее в принципе полная чаша, все в жизни сложилось. И не нужно ей при этом было обладать каким-то большим интеллектуальным багажом, да, то есть для того, чтобы стать счастливой, в принципе, полноценной, гармоничной женщиной, получить все, о чем мы мечтаем, ей мозги в принципе и не потребовались как таковые, да. Так вот, возникает такой актуальный вопрос, а нужны ли нам вообще мозги? Нужен ли нам ум для того, чтобы добиваться своих целей, быть счастливыми, делать свою жизнь такой вот, как вот мы хотим? Потому что если мы вспомним всех интеллектуальных гигантов, да, если мы вспомним, не знаю, классиков русской литературы, если мы вспомним известные выдающиеся исторические личности, мы поймем, проанализируем, что почти никто из них не был счастлив. Да, наверняка все восхищаются там талантом Достоевского, а был ли он счастливым человеком? Все обожают произведения Булгакова, Мастера Маргариты и ряд других. А был ли он счастливым человеком? Поэты Серебряного века, Маяковский, я не знаю, Ахматова, Гумилёв, да кто угодно. А были ли они счастливыми людьми? Почему-то, почему-то, как не какой-то вот умный, выдающийся человек, действительно с талантом, с энциклопедическими познаниями, с блестящим образованием, да, почему-то это обязательно несчастная судьба, да. И вот крайне мало я могу вспомнить таких примеров, чтобы человек был и умным, и счастливым одновременно. Так в чём же дело? Может быть, действительно, что называется, горе от ума, есть такое понятие, оно актуально. Мой любимый, обожаемый Эйнштейн как-то сказал, здравый смысл – это сумма предрассудков, которые человек собрал к 18 годам. В какой-то мере так оно и есть. Ведь очень разные вещи – разум и интеллект. Интеллект – это наш багаж знаний. То, что мы усваиваем с детства, да, там, до старости, в школе, в семье, на улице, из телевизора, из книг, из газет, из интернета, еще откуда-то в университете, я не знаю. Интеллект – это сумма знаний, такой чемодан, скажем так. С одной стороны, вроде как быть интеллектуально развитым человеком, образованным – это очень даже комильфо в наши времена, в принципе. Хорошо блеснуть какой-нибудь цитатой из Гомера в оригинале и так далее. С другой стороны, чем более мы интеллектуальны, тем больше наша голова загружена какими-то чужими установками. И не всегда эти установки хорошие. Здорово, если вы прочитали там «Преступление и наказание», «Войну и мир» и кучу-кучу-кучу действительно выдающиеся классики. Это здорово. С другой стороны, какие установки у вас отложились после того, как вы прочитали эту гору-гору-гору классики? Как мы уже говорили, очень многие интеллектуально развитые люди, талантливые, гениальные, не были счастливыми людьми. Соответственно, в своих произведениях они давали установки достаточно негативные. Но если вы вспомните того же Толстого, «Все счастливые семьи счастливы, одинаковы, а каждая несчастная семья по-разному» и так далее. Да что там говорит Толстого? Даже в сказках, даже в «Золушке», «Спящей красавице», в «Русалочке» заложена масса каких-то паттернов таких, достаточно негативных. «Русалочка» – что это за история? Это история девушки, которая во имя любви пожертвовала своим голосом, обрела ноги, но ей было так больно ходить, она ходила по ножам, по острым кинжалам. В конце концов от горя превратилась в пену морскую. Сколько вы таких девушек видите вокруг себя, которые из этой сказки усвоили, что любовь она такая, что заканчивается всё тем, что ты превращаешься в пену морскую после каждого очередного расставания. «Аленький цветочек». Вот девушка, значит, была, траля-ля, встретила чудовище, но увидела в нём прекрасного принца, и вот он преобразился и превратился. Сколько таких девушек в мире живут с алкоголиками, наркоманами, психами, маньяками, агрессорами, которые их избивают, лупцуют, и всем очевидно, что это чудовище, но девушка вот с этим вот паттерном маленького цветочка в голове, ну я же верю, я же знаю, что это прекрасный принц, я его сейчас залюблю, он всё-таки превратится в этого прекрасного принца. Я же вот, вот, должно всё сложиться, да. И вот такие вот, соответственно, чем больше интеллектуальный багаж мы приобретаем, тем больше у нас шансов стать уязвимым для какой-то негативной установки. Совершенно не обязательно, конечно, я тоже читала «Аленький цветочек», да, но не отложился у меня этот паттерн, да. Я читала сказку «Золушка», но тем не менее, не отложился у меня паттерн, что я должна, значит, сидеть, терпеть оскорбления сестёр и всех окружающих, драить полы и унитазы, и тогда однажды хорошая, добрая крёстная фея, она придёт, она меня спасёт, нарядит, отмоет, отведёт к волшебному принцу, я буду жить долго, богато и счастливо, да. То есть не все девушки, которые прочитали сказку «Золушка», отложили в своей головешке вот этот паттерн, да. Тем не менее, каждый раз, читая, да, какую-то новую книгу, сказку, не знаю, информацию, обязательно нужно фильтровать вот эти паттерны, и обязательно нужно задаваться вопросом, подходить к этому осознанно. Вот эта вот установка, она меня сделает счастливой, да, вот эта вот установка мне полезна, мне лично, да, и так далее. Потому что, конечно же, как мы из различных книг, афоризмов, фильмов можем почерпнуть массу действительно полезных паттернов, например, полезный паттерн «Хэппи-энд», да, всё всегда заканчивается хорошо, добро всегда торжествует, добро всегда побеждает зло. Прекрасный паттерн, который очень во многих сказках заложен, который, если мы его усвоим, да, и он останется у нас на подкорке, собственно говоря, этот паттерн будет работать на нас. И точно так же масса разрушительных паттернов, типа «За любовь надо бороться», «Терпение и труд всё перетрут», «Без труда не вытащишь рыбку из пруда». Да, то есть я не говорю, естественно, о том, что нужно всё забросить, не читать никакие книжки, выгнорировать классику и так далее, вообще забить на своё образование. Нет, отнюдь. Просто подходите к этой информации осознанно. Видите, вот Инна Жиркова, например, не знает, да, там знаменитейшего автора нетленного стихотворения «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу», ну вот и живёт себе хорошо и замечательно, да, то есть она, в общем-то, своим незнанием каким-то, возможно, уберегла себя от очень большого количества негативных установок. Соответственно, вот что я вам предлагаю. Я вам предлагаю опираться в своей жизни не на интеллект, то есть не на багаж интеллектуальных знаний, а всё-таки на свой разум, да. Разум — это то, это, наверное, это можно назвать голосом интуиции. По большому счёту, интеллект — это наша память. Он может привести нас только туда, где мы уже были, да, куда-то на какие-то новые горизонты с помощью интеллекта не выйдешь, потому что эта память, она завязана на прошлом, на то, что мы уже узнали, уже получили, уже усвоили, переварили и так далее. Разум, да, это то, что связано со Вселенной, это то, что связано со Вселенским разумом, с космосом, это то, что связано с нашей интуицией, да. Разум может нам помочь действительно продвинуться вперёд, выйти на новые какие-то горизонты, покорить новые вершины. А разум не требует очень больших интеллектуальных познаний на самом деле. Разум требует чуткости к голосу своей души. Наверное, так. И мне кажется, мудрость, она заключается именно в том, чтобы использовать интеллект, интеллект, интеллектуальный багаж. Не то, чтобы интеллект ваш начинает вами руководить. Вот, я же узнал, я же прочитал в умной книжке, поэтому вот я теперь, вот как мне вот там сказали, так я и действую, да. Это немножко, наверное, неправильно. А разум заключается именно в том, чтобы приручить интеллект, да, и использовать его действительно себе во благо, а не во вред, да, чтобы фильтровать эти установки, которые мы получаем, да, в ходе жизни, оставлять те из них, которые нам нужны, и безжалостно удалять, заменять те, которые нам не нужны. На моих каналах, на моём канале есть, да, разные методики, как, собственно, этого добиться. Так что, я надеюсь, вы проведёте свою внимательную такую переоценку ваших установок, да, посмотрите, какие вы книги читали, какие вы фильмы любили, какие, я не знаю, стихи, песни, группы, исторические личности на вас повлияли в жизни. И переоценив это, сможете отфильтровать, что вам пошло на пользу, а что во вред, это какие установки вы приобрели полезные, а какие вредные, от которых вы хотели бы избавиться. Ну вот, собственно говоря, и всё. Большое спасибо, что посмотрели. С вами была я, Виктория Исаева. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Спасибо. 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 Продолжение следует...